Всем привет! С вами инженер-электрик и Кимов Игорь. Сегодня поговорим о том, как защитить бытовую электронику с помощью реле напряжения, не влезая в щиток. Для этого подойдет розеточное реле напряжения. У меня сегодня на обзоре реле от отечественного производителя. Pelrock PR Red в белом корпусе и PR BK в черном. Есть также реле в белом корпусе с белой индикацией, но красное мне больше нравится. Эти реле напряжения защитят вашу аппаратуру от повышенного и пониженного напряжения при авариях на электрических линиях. Кроме того, вы можете настроить реле так, чтоб компенсировать временные просадки напряжения при пусковых токах. Вы также можете использовать данное реле не приглашая электриков. Ставил реле в розетку и к нему подключил уже ваши приборы. Настройка реле довольно простая и вы разберетесь с ней, посмотрев это видео. Если вам интересна автоматика для защиты бытовой и промышленной аппаратуры, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Спасибо за ваши лайки и репосты. Данные реле рассчитаны на ток 16 ампер или 3000 вольт ампер полной мощности. Они оснащены встроенной термозащитой, регулировкой яркости экрана и ручной настройкой нижнего и верхнего уровня срабатывания по напряжению. Реле срабатывает всего за 0,03 секунды и это единственный бренд, который выпускает реле в черном корпусе. Черное реле напряжения впишется практически в любой современный дизайн интерьера. На моем канале есть большой лист по защите бытового электрооборудования. Обязательно посмотрите. Эти реле поставляются в упаковке из плотного картона. В комплект идет подробная инструкция, которую можно также скачать на сайте производителя. Ссылка есть в описании. Управление реле простое. Три кнопки, минус, плюс и меню. Есть индикатор выходного напряжения и дисплей. Привлекает приятный дизайн прибора, который хорошо впишется в любой интерьер. Корпус прибора собран качественно. Ударопрочный пластик. Детали плотно подогнаны, никаких заусенцев. Все надписи сделаны лазерной гравировкой, так что они не сотрутся. Корпус сделан из пластика, не поддерживающего горения. Для демонстрации работы я возьму реле в черном корпусе. Так как этот дизайн реле мне больше нравится, из-за более яркой индикации, за счет контраста белого с черным пластиком. Реле в белом корпусе работает аналогично. Включаем реле. Оно протестировало сеть, включило нагрузку и отображает напряжение сети. Индикатор показывает, что нагрузка подключена. На слайде показаны характеристики этого реле. Задержка при срабатывании защиты по верхнему пределу не более трех сотых секунд, по нижнему пределу регулируемая от 1 десятой до 10 секунд. При срабатывании защиты нагрузка отключается, но реле продолжает отслеживать напряжение в сети. Как только напряжение вернется в установленные границы, при стандартной настройке реле отсчитывается время задержки включения и подключается нагрузка. Давайте настроим реле напряжения под наши запросы. Сначала настроим верхний уровень срабатывания. Нажимаем плюс и кнопками минус плюс мы можем настроить необходимое напряжение. Я обычно устанавливаю 255 вольт. Нажимаем минус и мы можем установить нижний уровень напряжения. Я обычно ставлю 190 вольт. Вы же можете установить эти уровни напряжения под свою сеть или под параметры защищаемого оборудования. По умолчанию эти уровни 198 и 253 вольта. В реле есть блокировка кнопок. Для этого удерживайте вместе плюс минус, пока не появится надпись LOCK и кнопки будут заблокированы. При попытке нажать на любую клавишу будет выскакивать надпись LOCK. Чтоб выйти из этого режима снова вместе удерживайте две клавиши плюс минус и кнопки разблокируются. Также мы можем принудительно выключить нагрузку. 4 секунды удерживаем клавишу меню и нагрузка выключена. Как видите индикатор погас. Чтоб включить нагрузку мы опять удерживаем 4 секунды. Реле тестирует напряжение сети и включает нагрузку. Теперь давайте посмотрим настройки меню. Нажимаем кнопку меню один раз и мы попадаем в журнал сохраненных значений реле напряжения. У нас пока срабатывания защиты не было и журнал пустой. Реле помнит до 100 значений срабатывания защиты. После сотого срабатывания реле перезаписывает самую старую запись. Нажимаем кнопку меню два раза и попадаем в настройку времени задержки включения при срабатывании защиты. Если в цепи защищаемой реле нет бытовых приборов с компрессорами, например холодильника или кондиционера, то я обычно оставлю задержку 30 секунд. В противном случае выставляется задержка от 300 до 600 секунд в зависимости от того, как быстро спадает давление в компрессоре. Так как к данному реле будет подключаться котел, ему 30 секунд достаточно. Следующая настройка корректировка отображения напряжения на реле, чтобы оно совпадало с образцовым прибором. Сейчас отклонение 0, при желании можно добавить, например 2 вольта, или отнять 1 вольт. Оставляю без изменений. Следующий пункт. Включение профессиональной модели времени отключения при выходе напряжения за пределы. Реле не отключает нагрузку при безопасных по величине длительности в выходах напряжения за пределы. Характеристики работы реле в этой модели отображаются на слайде. По умолчанию эта настройка отключена. Следующий пункт. Содержка отключения при провале напряжения. Настройка используется, если реле часто отключает нагрузку по нижнему пределу из-за низкого качества сети или перегрузки ее мощным оборудованием. Здесь настраиваем компенсацию по времени. Значение это можно изменять в диапазоне от одной десятой до десяти секунд. По умолчанию стоит одна секунда. Оставляем одну секунду. Следующий пункт. Тип задержки включения нагрузки. С момента восстановления напряжения или с момента отключения реле. Оставляю с момента восстановления напряжения, как в заводских настройках. Я думаю это логично. Дальше гистерезис. По умолчанию это один вольт. Я предлагаю его оставить. Меняйте эту настройку, если вам действительно это нужно. Следующая настройка. Максимальное количество срабатываний подряд по напряжению. Реле ограничивает число повторных срабатывания защиты, чтобы снизить пагубное влияние частых отключений на оборудование. Срабатывание по пределу напряжения считается повторным, если между включением и отключением нагрузки прошло не более 20 секунд. Мне эта функция не нужна, поэтому я ее отключаю. И последняя настройка в этом меню. Настройка яркости экрана в режиме ожидания, в который она переходит через 30 секунд после последнего нажатия кнопок. Используйте эту настройку, если постоянное свечение экрана прибора вас раздражает. Чтобы реле вышло из этого меню, нужно подождать 10 секунд. Все настройки запоминаются в энергонезависимой памяти прибора и не изменяются при отключении питания. Прибор можно вернуть заводским настройкам, удерживая кнопки меню и минус более 6 секунд. Корректная работа прибора гарантируется при температурах от минус 5 до 45 градусов. При установке реле следует избегать попадания брызг воды на прибор. Реле рекомендуется использовать совместно с другими автоматами защиты, автоматическими выключателями, УЗИП и УЗО. Гарантия на прибор 10 лет. При установке следует учитывать, что реле не должно перегреваться. Если температура внутри прибора превысит 80 градусов, реле отключит нагрузку и на экране будет мигать надпись OHT. Реле автоматически включится, когда температура внутри реле станет менее 6 60 градусов. Если реле сработает по перегреву более 5 раз, то реле блокируется и стоит выяснить, из-за чего происходит перегрев, прежде чем разблокировать реле. Разблокировка осуществляется нажатием любой клавиши. Я подключил оба реле к лабораторному автотрансформатору. Сейчас у нас напряжение около 230 вольт. Нагрузка включена, что отображается данными индикаторами. Реле отображает напряжение на выходе латра. Давайте поднимем напряжение. Как видите, оба реле напряжения сработало. И у нас сейчас отображает то, что реле сработало по верхнему уровню напряжения. И то напряжение, которое у нас сейчас в сети. Давайте опускаем напряжение. Белое реле напряжения сработало за 3 секунды, которые установлены в заводских настройках. Черное реле напряжение мы настроили задержку включения 30 секунд. И оно сейчас отрабатывает. Вот отсчитала и включила напряжение. Опускаем напряжение. Оба реле напряжения сработали. При этом нам показывается, что срабатывание произошло по нижнему пределу. И отображается напряжение на входе реле. У нас реле напряжение сработало за одну секунду, как у нас установлено в настройках. Если бы входное напряжение опустилось ниже 120 вольт, то реле бы отключило нагрузку за 0,03 секунды. Поднимаем напряжение. Белое реле у нас подключило за 3 секунды. Черное реле отсчитывает 30 секунд. И сейчас подключит нагрузку. Оба реле подключили нагрузку, что видно по этим индикаторам. И реле отображает напряжение на входе. Обращаю внимание, что показания реле напряжения отличаются на 1 вольт. При желании мы можем откорректировать показания напряжения в настройках. Данные реле напряжения обладают отличными характеристиками. Я могу их рекомендовать для защиты бытовой техники. Если у вас есть опыт работы с данными приборами, пишите о нем в комментариях. Думаю, ваш опыт будет полезен другим зрителям. Ссылки на приборы я оставил в описании. Остались вопросы, также пишите их в комментариях. Поделитесь видео с теми, у кого не установлено реле защиты от скачков напряжения. Подпишитесь на канал, чтоб не пропустить новые ролики. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых роликах.